Я говорил про травму, сейчас это тоже очень популярный термин везде, у меня травма, у меня травма отверженности, у меня травма привязанности, а у него, наверное, сразу две травмы подряд, ты, я, мы, они травматики и так далее. Что подразумевается под травмой именно психиатрии, согласно тех классификаций, о которых мы говорим. Травма это столкновение с ситуациями, которые несут очень высокий уровень угрозы, то есть это либо смерть, когда человек сталкивается со смертью напрямую, естественно, если он столкнулся со своей смертью, то и не выдержал это столкновение, то право ПТСР мы не говорим. Но человек мог быть при смерти, например, могла быть прямая угроза смерти или серьезная травма была, там ПТСР тоже развивается. И, кстати, для этого не обязательно нужны какие-то боевые действия, может быть, во время ДТП, во время каких-то массовых катастроф. Для тех, кто родом из Советского Союза, еще помните, были несколько крупных землетрясений, в Армении были землетрясения, по-моему, Степанакерти, когда весь Союз восстанавливал потом, ну и помогал спасать. Это пример такой серьезной угрозы, там и угроза смерти, и было много покалеченных, и в том числе там было достаточно людей потом с ПТСР, только тогда такой диагноз наставили. Либо это должна быть угроза, угроза какой-то серьезной травмы. Это может быть сексуальное насилие, люди, которые пережили изнасилование, они достаточно часто дают симптомы ПТСР. Или угроза. Кроме жизненных таких угроз, когда это угроза жизни, здоровью и, допустим, сексуальной, как это называется, половой неприкосновенности, могут быть угрозы другого рода. Это угрозы личности и достоинству психиатры, и в современных психиатрических классификациях это пока не нашло отражения. Мы на практике увидим, что если, допустим, человека поставили в какое-то унизительное положение, если человека, когда мы будем говорить про КТСР, если человека постоянно отвергают, и как будто бы он здесь незначен, это тоже угроза только другого рода. Это угроза я целостному конструкту, тому, как человек воспринимает себя. Это тоже может быть травматической ситуацией. Что мы имеем в виду под столкновением? То есть это человек либо прямо там участвовал, либо присутствовал и видел, как это было с кем-то прямо на глазах. Есть еще такое название – травма свидетеля. Причем оно может быть как травмой свидетеля, который непосредственно был в этой ситуации, так может быть и травмой свидетеля по соцсетям, по телевизору. Вот так, например, после атаки на эти башни в Близнеце в Нью-Йорке было достаточно много людей зарегистрировано с ПТСР после того, как люди смотрели вот эти выпуски, когда самолет подвязывается на эти башни, как потом все рушится. То есть кому-то достаточно увидеть это даже на экране телевизора, на экране, может быть, смартфона. Столкновение может быть косвенное, когда человек даже не видел этого, но знает о каких-то историях, особенно когда близкие сталкиваются с этими угрозами, друзья. И это, конечно, в том случае, если есть насильственная смерть или несчастный случай, вследствие катастрофы. То есть вот это мы понимаем по травмам, по такому строгому пониманию, строгому значению этого слова. Ну, вообще, наши коллеги итальянцы, которые сейчас активно занимаются стратегическим подходом, в частности, Роберто Милонези, она как-то говорит, что травма – это внутри. То, как человек воспринимает события, может быть травмой. То есть для десяти, для сотни вокруг нам может казаться, что это ерунда. Но то, как это воспринимается человеком изнутри, в той ситуации, это может быть довольно серьезной травмой. Я вам про этот случай сегодня расскажу. В среде клиентов один такой есть парень. Вот это травма, что-то серьезно угрожающее. Жизни, здоровью, половой неприкосновенности и достоинству и самой личности. Травма. И, кстати, вот рисуночек. Томас Лин – не очень широко известный художник, но тем не менее. Вот такая картинка, что это как раз столкновение с травмой. Видите, такой, условно говоря, безумный взгляд, когда человек попал совсем в другую реальность, к которой он не привык, что происходит что-то на грани, на грани жизни, на грани исчезновения. Да, и вот этот витальный ужас, он есть у человека в таких ситуациях. Что же такое ПТСР? Построматическое стрессовое расстройство. ПТСР – это такое расстройство, у которого есть три основных проявления и вторичные проявления. Прежде всего, на первом месте, это симптомы интрузии. Интрузия – это вторжение. Это те самые флэшбеки, кошмарные сны. То есть, когда человек навязчиво воспроизводит так, как будто бы это было в реальности. То есть, вот мы запоминаем что-то, потом воспоминания как будто бы тускнеют, немножко затираются, они становятся менее выпуклыми, менее цветными, менее вещественными. Это способ нашего мозга, или с такую кодировку, менять значимость стимула. Так вот, при ПТСР происходит работа других нервных механизмов, и стимулы, которые могли быть год назад, 15 лет назад, они остаются сверхзначными до сих пор. И они воспроизводятся настолько же, ну или почти настолько же сильно, как тогда. То есть, человек в момент этой интрузии, когда, допустим, человек проваливается в флэшбек, это как будто происходит здесь и сейчас. И отсюда возникает неадекватная реакция. Потому что человек погружается в те же самые переживания, как тогда. Они его прямо захватывают.